МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажи, пожалуйста, что это были за соревнования? Какие медали получила? Соревнования международного уровня, чемпионат мира по грейплингу, это недавний вид борьбы. В двух категориях проходил. Это в кимоно и без кимоно. То есть как бы даже две отдельные такие сложные дисциплины. Участвовала, было очень интересно. Много стран приезжали. Испания, Италия. Очень спортсмены достойные. Турция, Франция. Со всеми познакомились, боролись. А на ковре с иностранцами боролась, кстати? Да, попалась. И итальянка. Сильно было интересно почувствовать, какие спортсмены из других стран бывают. Можно сказать, что из России более сложнее даже бороться с нашими спортсменками. То есть мы более, наверное, упертые. Для разнообразия очень понравилось. Как уровень соревнований, уровень спортсменов? Высокий. То есть очень много во всех категориях выступали. То есть чувствуется, там вот кимоно есть и без кимоно. То есть все и в том, и в том виде знают свое дело и работают. То есть креплинг набирает обороты? Да. И в России в том числе. Разливаешься, естественно. А вот медали, расскажи. Бронзовые, да? Бронзовые, да. Третье место у меня получилось. Как две номинации, разделы. Поэтому в одном получилось третье место и во втором. Также из «Панки» проиграла. И с нашими девочками поборолась. Но у нее вот вторые места есть у наших. У меня третья. Ну ты сама довольна? Да, естественно. То есть большой опыт получила. И интересно, естественно, да. Вот уборщенный интерес. Приятно очень. Ну довольна, да. То есть опыт получила. А вообще как вот у наших рязанцев, наверное, было немало, да, на соревнованиях? Как у них успехи? У нас Роман Гавриков, наш тренер профессиональный, у кого я занимаюсь, тоже выступал. У него серебро. Тоже в двух номинациях. Второе место. И девушка с нами ездила. Также моя, как бы, спорт, спарринг-партнер. Второе место в одной номинации, третье в другой. То есть все вернулись с медалями, достойно выступили. Показали результаты. Вот. И из Рязани только. И там, естественно, еще и из других городов России тоже призовые места есть. Вот я знаю, что ты кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Это ударный вид спорта, да? А грепплинг – это борьба. Вот как это одно другому не мешает? Нет. Сейчас даже... Ну, сначала было очень сложно перестраиваться от ударки в борьбе. Много непонятного. Ну, проще ударить, как говорится. Вот. Ну, сейчас как бы развивается спорт по смешанным недоборствам ММА. И поэтому там совмещается ударка и борьба. Все это вместе. И даже становится интересно. Это как вот сейчас в клубе арты тренируюсь там по ММА. Смешанное недоборство у тренеров специализированных. И все отлично получается. То есть даже это в плюс. А сама когда-нибудь на соревнованиях ММА участвовала по ММА? Пока не приходилось. Собираешься? Собираюсь, да. Но это же страшно. Поначалу, если честно, да. Мне было как бы не очень так вот бить, даже скажу. Но когда ты бьешь, ладно, когда тебя бьет. Да, ну это во время спарринга это не чувствуется. То есть там на адреналине, на эмоциях это все как-то проходит на ура, как бы так сказать. Ничего там в этом такого страшного нет. По ММА еще не выступала. Соперников никак не могут найти. С девушек, желающих. Да, то есть вроде там занимаются, там занимаются. А никак вот нас вместе не совместят. Интересно было поучаствовать, да. То есть это очень такой вид. Вот в ударке одно, в борьбе другое следует совместить. Это очень сложно даже по выносливости. Тут очень много заряда энергии тратится. И вот охота вот это на себе прочувствовать, как это в ринге. Или в клетке. В клетке это еще интереснее. Я недавно была на соревнованиях по ММА. Но это на самом деле, ну это очень жестоко. Но ты девушка, да? Ну не страшно. Я не знаю там, мало ли, куда-то там ударят, что-то повредят. Нет такого страха? Нет? Ну риск есть. Очень много. Извини, а с фенгалом под глазом ходить на работу тоже, наверное, не очень. Приходилось, пришлось замазывать. Очень, да, был момент. Ну все это проходит, а жизнь, ничего в этом такого страшного нет. Естественно, там поломаны носы, это и уши, как в обычном борцов бывает. Конечно, это не очень приятно и даже страшно, если честно, не очень хочется до этого доходить. Но это как дело случая, и тут больше на себя, на интерес, на то, что любишь, занимаешься. Просто преодоление себя в чем-то. Ну вот как в данный момент в борьбе. Сколько лет вообще занимаешься единоборствами? Лет уже 10-11 я в боевых искусствах, скажем так. А откуда вообще у тебя это пришло? Просто проснулась утром, решила, пойду кого-нибудь побью, да? Ну я как-то, наверное, просто все время с детства, вот эти мальчишеские игры, войнушка вот эту, или просто там бегали, стреляли в голубей, скажем так. И просто захотелось как-то защищать своих близких. Тут те же самые даже от мальчишек, когда они обижают котят или щенков, как-то хочется дать отпор, ну и просто для себя защититься так же на улице. Ну вот как бы сейчас сказать. Ну и постепенно вот так вот эти дворовые игры перешли потом дальше в спорт, уже в более такой, ну по-серьезному. Ну и понравилось. Вот скажи, спорт это для тебя жизнь? Да, мне кажется, я уже этим просто живу, да, я даже не замечаю, кто вот так вот подразделяет, там, кто вот заканчивает свою спортивную карьеру, да, там. Я говорю, ну закончи, ты есть одно, но все равно стремление, вот это вот движение, это оно всегда останется со мной внутри, то есть без этого уже никуда. Ну это же тяжелые тренировки, там в чем-то себя ограничивать приходится. Ну естественно, да, тут везде как бы победа над собой, контроль всегда, везде по-любому есть ограничения, и в той же и в еде, и в прогулках, и там режим. Без этого никуда, то есть если да, если расслабляться, то жизнь пойдет потом уже в никуда. Ну это все преодолевается, и потом все эти результаты, они достойны этого, то, что вот в чем-то где-то себя ограничивала, они дают плюсы, и этим еще больше радуешься, и радуешься своих близких. Ну кстати, что дает тебе спорт в жизни? Ну помимо хорошей фигуры, да? Спасибо. Сейчас на данный момент спорт для меня дал жизнь, это друзей, тот коллектив, то общение, что сейчас рядом, общество, это очень приятно, потому что я нашла тех людей, с кем сейчас рядом нахожусь. То есть те люди, они всегда поддержат, вот в основном, да, всегда друг за другом, всегда везде вместе, на всех праздниках, концертах, все переживания, победы, все вот эти заслуженные победы, это все для друзей, для тренеров, для спарринг-партнеров, это вся наша общая заслуга. То есть вот для этого вот и живем, занимаемся. То есть это все общее дело, быть сильным, развиваться и дарить радость всем. Показывать примеры также, да, для молодого поколения, чтобы стремились, просто жили, да, и не боялись ничего. Маша, а вот люди, которые не вращаются в этих кругах, да, вот как они реагируют, когда узнают, что ты, ну, хотя бы там, да, кандидат мастера спорта по кикбоксингу? Рады, думаю, что вроде ничего такого особенного не сделал, все как бы, да, для себя, для... Живешь своей жизнью, да. А тут люди же тебя так радуются, ну, и приятно становится, когда показываешь, да, пример, то есть они гордятся, вот, вот, мамы, родители, да, там, вот, коллеги. Я очень обрадовалась, когда пришла, мне, кажется, вся служба моя там очень рада была, то есть все довольны, я думаю, вот, не зря, не зря все это. Ну, и, конечно, про планы на будущее расскажи. Да, сама спортивно так не планирую, прям аж, аж кто знает, да, там, что может быть дальше, там вроде семья уже, хочется. Ну, пока тренируюсь, есть возможность, буду тренироваться. Также, Маша, бои будут персональные, не персональные, там, коммерческие. Нет, везде буду выступать, участвовать, пока есть, возможно, силы и здоровье. Вот, то есть все это мое. Ну что ж, Маша, спасибо тебе огромное. Самое главное – береги себя. Спасибо большое, да. Вот, а нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня была Мария Дроганева, судебный пристав группы быстрого реагирования, ну, и просто там красивая девушка-спортсменка. Это программа «Семь минут». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова